Здравствуйте! Ну, как мне редактора написали «Культурное событие года», вышла книга Андрея Платонова «Я прожил жизнь», его письма, и состоятель этой книжки Наталья Корниенко, она у нас в гостях, чуть позже я вас со всем познакомлю. А первый мой вопрос, вопрос про логика, на который я прошу ответить всех, и как хотите вы на него ответите, как вам кажется, в наше сегодняшнее время, в наше сегодняшнее время, нужен ли Платонов и понятен ли Платонов? И первое я хочу предоставить вас познакомить, предоставить слово Наталье Васильевне Корниенко, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий отделом русской литературы и литературы русского зарубежья и млр. Российской Академии Наук, и, кстати говоря, главный редактор собрала «Чтение Платонов». Как вам кажется, сегодня нужен и понятен ли Платонов? Мне кажется, это вопрос риторический, мне думается, он сверхактуален, я думаю, он обжигающе современен. А вопрос понятности и непонятности – это тоже такой вопрос очень абстрактный для меня. Наталья Васильевна, то есть вы представляете себе большое количество людей, которые, придя вечером домой, достают с полки Платона и его читают. Их людей много. То, что он обжигающе современен – это красивые слова. Но вот люди просто достают с полки Платона и читают его. Вам так кажется? Ну, как я могу так сказать? Понимаете, это такая черенгурская картинка. Люди все в раз достают книгу и начинают читать. Я думаю, по-разному Платонова открывает в детстве, в школе, студенты. Театр, который открыл Платонова за последние 10 лет, я бы сказала, складывается театр Платонова. Только идет становление театра. Он читается, знаете, в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля, одно из мероприятий, которым я участвовала, но оно меня потрясло. Это со сцены в центре Воронежа, воронежская общественность, врачи, инженеры, учителя, бизнесмены. Ну, просто нам давали все страничку, и мы читали Платонова. Редкий, а ведь прозу, как можно проверить? Его можно читать вслух. Это великая проза, потому что это проза поэта. Народ стоял в жару. Это такое чудо, чтение его слова. Замечательно, какая история чудесная. Все вопросы мои к вам пока по этому поводу сняты, но остались другие наши гости. Владислав Олегович Атрашенко, известный вам писатель и сэйс, что вы думаете о современности Платонова. Вы знаете, я специально заглянул, перед тем, как сюда идти на передачу, в Википедию, потому что сегодня мы не можем отмахиваться от существования вот такого источника энциклопедического, как Википедия. Большинство знаний сейчас формирует она у современных людей. И вот такая удивительная вещь. Написано о Платонове, вот первые строчки, буквально следующее. «Советский литератор первой половины XX века с самобытным словом и стилем». То есть, понимаете, это такое глубокое недопонимание того, что такое вообще Платонов. И, знаете, это все равно, чтобы, ну, представьте себе, допустим, о Толстом была бы такая бы статья. Это, значит, русский писатель, русский литератор, значит, с самобытным стилем, живший в эпоху такого-то царя. То есть, таких-то царей. А вы бы как написали? Ну, понимаете, вот об этом-то как раз идет речь, что вы задали вопрос, да, актуален Платонов или нет. Я думаю, что сейчас просто недопонимают, насколько он актуален. И вообще, как бы, его… Был период, когда был всплеск к нему интереса, да, это волнами было. И я, допустим, застал там, когда учился в университете, ну, скажем, может быть, уже третью волну интереса к Платону такой, в 80-е годы, да. Вот. А сейчас, мне кажется, что этого писателя не знают. Я бы не писал, но просто гениальный писатель, да, потому что это писатель, о котором нельзя говорить, что он принадлежит какой-то эпохе, что это советский литератор. Это писатель вне эпохи, вне времени, это просто… Это мы как раз обсудим еще его взаимоотношения с советской властью. Я представляю нашего следующего гостя. Вы знаете, есть артисты, про которых надо очень много чего говорить, там, звания, перечислять, театр, где они работают. А есть артисты, которые я сейчас вот назову, кто у нас в гостях, и даже те, кто мельком смотрит, сразу начнут смотреть, потому что это Максим Суханов. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше отношение к тому, насколько современен сегодня Платонов? Я думаю, что как никогда современен сегодня Платонов. И мне кажется, еще очень долго он будет современен. Прежде всего, потому что все его произведения, как мне кажется, являются посланием и предостережением ко всем тем, кто живет и будет жить дальше. Посланием и предостережением от варварства, от тирании и от всего того, что может позволять себе власть, которая неконтролируема. Я думаю, что это первое, почему. То есть для вас он все-таки такой социальный писатель? Нет. Это я назвал, почему обязательно, как мне кажется, сегодня он обязательно должен быть актуален. Дальше мы можем говорить о тех потрясающих образах, которые он создал в своих произведениях, и которые, как мне кажется, сегодня очень живы. И, допустим, если говорить о моей профессии, то актерам большое удовольствие работать над этими образами. Это мы сейчас еще, естественно, поговорим, посмотрим фрагменты из фильма. Владимир Григорьевич Тарнопольский, композитор, автор пьесы для сопрано и камерного оркестра на текст романа Андрея Платонова «Черенгур». Там не только этот текст, там также и другие тексты Платонова. Но мне кажется, для меня Платонова – это просто слепок нашей современности, причем современности даже в узком смысле слова, не только его времени, но и сегодняшнего дня. И он не просто актуален, это сегодня написано. И я бы так сказал, к счастью, об этом я говорю, как художник, и к несчастью, об этом я говорю, как гражданин, он очень современен. Что касается Вашего вопроса относительно того, все ли граждане, так сказать, наши страны достают его с пола? Конечно, нет. И слава Богу, потому что искусство вообще не для этого существует. Это такая поп-культура, она, наверное, существует для того, чтобы все одновременно включали кнопки каналов, и, так сказать, смотрели, и слушали, и потребляли это. А настоящее искусство существует вообще для тех, кто этим хочет заниматься, для тех, кто хочет заниматься. Мой вопрос первый был обусловлен тем, что я всегда, в общем, стараюсь как-то обращаться к зрителям, которые смотрят нашу передачу, даже интеллигентным, иногда забываем о каких-то вот великих людях, мы просто забываем. Не то, что мы не понимаем значения, мы просто забываем. И я вот с самого начала хочу сказать, что Платонов – это писатель, про которого нельзя забывать, потому что это абсолютно у них, при невероятной русской прозе XX века, при невероятном количестве гениев, у нас есть гениев, у нас даже писатель такой, как Борис Зайцев, почему-то считается второго плана, а это великий писатель. Вот при всех этих писателях, вот просто чтобы вы вспомнили, что есть Андрей Платонов, вот эти люди, авторитеты, вам скажут, что Платонов – это писатель, который сегодня интересен. Мне кажется, что это очень важно, с этого начать. А дальше я у вас хочу спросить, Наталья Васильевна, вы составляли книгу «Писем Платонова». Письма – это такая личная история, человек пишет письма. А вы знали его, я имею в виду, вы хорошо его изучали. Что нового для вас открылось в Платонове, когда вы составляли эту книгу? Ну, эта книга собиралась, можно сказать, долго. Письма ведь это ни за год, ни за два. Это и усилиями разных исследователей, кто первый раз нашел какое-то письмо. И, конечно, мы всегда есть письма в конце собрания сочинений. Мы пошли на этот шаг, чтобы все-таки письма, когда в конце собрания сочинений будет академического, это еще не скоро, а вот издать и понять, что такое письмо. Потому что герои Платонова постоянно пишут письма. А что такое вы поняли про Платонова? Что-то открылось, какие-то новые вещи, которые, может быть, вы не подозревали раньше? Ну, я бы, ну как, открылось многое. Ведь что такое, за каждым письмом стоит комментарий. Вот я нахожу письмо, оно же еще слепое, да? Что-то ты там знаешь, а что-то не понимаешь, что в письме. Для этого пишется реальный комментарий. Реальный комментарий, мы постоянно с этими письмами узнавали многое о жизни Платонова. То, что мы не знали. Я понимаю, что очень много всего. Ну, что-то, что поразило более всего? Ну, конечно, нерв вот этой книги, то, что это не сборник писем, а почему это сложилось в книгу, составляет, конечно, письма его к жене. Это такой лирический центр всей этой книги. То есть, письма с 20-го года, с 21-го года и до конца жизни. Это письма о любви. Само по себе, письма о любви Платонова несопоставимы. Ну, я даже не могу пока провести параллель, потому что это отдельная история. Это то, что определяет такую сильную, мощную лирическую составляющую его прозы. Он все в жизнь писал про себя. Про жизнь. Вот в буквальном смысле. Второй, конечно. Когда мы открыли целый пласт производственных писем Платонова. Даже сначала, когда мы готовили, а может, мы не все их будем включать. А может быть, литератору будут они неинтересны. Что такое производственные писем? Это время, когда Платонов работал губернским миллиоратором. Он возглавлял, в 21-м году он уходит из литературы. Когда он напишет, что голод 21-го года привел меня к тому, что я понял, что я не могу заниматься созерцательным делом литературы. И вот письма его в наркомат земледелия, как руководителя губернских работ по орошению, по электрификации. Это тот замес жизненный, равный которого знание о низовой жизни не имел никто из писателей. Я об этом могу, но это отдельная тема. Потому что он пришел в литературу во всесоюзную достаточно поздно. Все современники его к 26-му году, когда он приехал в Москву, уже имели собрание сочинений некоторое. Литература, революция призвала новое поколение. Власть сделала ставку на советских писателей. А он только в 26-м году появляется в Москве фактически. И то мы долгое время по своей логике, литературоведческой и литературной, считали, что он приехал в Москву, чтобы писателем стать. А оказалось, когда мы открыли все эти документы, его переписки, что он был выбран по производственной линии в ЦК Союза. И это открывается замес нового материала. Вернемся, конечно, к письмам. У меня тут сразу вопрос возник по поводу того, что я написал про себя. Я хочу, Максим, у вас спросить. Вы когда-то сказали, что для вас Платонов источник вдохновения. Что вообще невероятно в принципе. А когда об этом говорит артист, это вообще удивительно. Это как вы объясняете? Почему Платон взял? Я могу сказать, что я для себя открыл Платонова, может быть, даже поздно. Потому что, учась в школе, я не могу сказать, что я проникся им, как только стал читать. Я думаю, что не вырос, что ли, до такой литературы. Но потом, в какой-то момент, все-таки, еще и еще возвращаясь, я и взахлеб его начинаю читать, я понял, что для того, чтобы читать такого талантливого писателя, необходимо очень личное подключение к материалу. Оно практически сродни медитации, когда ты начинаешь этот язык в себя заглатывать и начинают рождаться какие-то новые смыслы благодаря этому языку, которым он писал. Ну вот, я именно об этом вдохновении, скорее всего, там и говорил. Секунду, я хочу понять. Понятно, я даже не буду говорить, что он великий стилист, понятно. Вообще, какой-то невероятный язык Платонова. То есть, ты читаешь его книжки, и это такая, и медитируешь по этому поводу, и у тебя рождается какая-то другая жизнь благодаря этому. Я правильно понял? Ну, не то, что рождается другая жизнь, а то, что ты начинаешь, анализируя себя, вырастать, сам вырастать, когда ты читаешь эту литературу. Не знаю, как еще это объяснить. Нет, как о чем. Я всегда говорю спасибо. Это очень эмоциональное ощущение. Латонов выстраивает нас. Конечно. Это поразительно. Его язык, его мощь и ощущение такой правды жизни, что она тебя строит. Поэтому пребыванием с ним... Я хотел вас как у писателя спросить. Вот сейчас сказали фразу «Платона выстраивает нас». Это потрясающе. Мне кажется, сказано потрясающе. Но это не то, что правильно, а это нормально, когда писатель выстраивает читателя. Это нормально или это как к этому относится? Вообще нормально, когда писатель переворачивает и мозг, и душу читателя. То есть, когда воздействие не такое, знаете, как сквозное, как рентгеновские лучи просвечивают и уходят, а когда происходит какой-то внутренний переворот после чтения писателя. И вот я примерно то же самое чувство испытал, когда первый раз прочитал Платонова. Я был просто потрясен, просто потрясен, и у меня просто перевернуло сознание. И Платонов как раз, не случайно вот здесь зашла медитация, Платонов обладает таким воздействием на психику человека, на сознание, каким, может быть, обладают только самые великие тексты Древнего Востока, например, у Панишады. Вот. И воздействие колоссальное. Именно в силу того, что дело не только в языке Платона, чтобы вот этот язык был, должно было быть и особое сознание. Просто так такой язык не мог возникнуть. За этим языком стоит определенное мироощущение и определенная энергия. И вот именно способность переворачивать, вот сталкивать сознание с любых рельсов заранее там, накатанных, вот это способность... Я хочу вам напомнить, Древич, мы говорим про писателя. Про писателя, мы говорим не про психолога, не про Фрейда. И абсолютно точно, мне кажется, мне вот очень интересно, Владимир Владимирович, а как воспринимает текст, если вы можете сами себя анализировать, как воспринимает текст писателя, композитора? Потому что это очень музыкальный же текст, там своеобразная музыка в этом рождается. Да, конечно, это колоссальная, своеобразная, индивидуальная очень музыка. Но первое, что я должен сказать, при таком стандартном музыкантском подходе к тексту Платонова, любой музыкант скажет, да это же абсолютно не музыкальный. Это текст музыкальный, его нельзя положить на музыку. Понимаете, ну что, так сказать, в обыденном сознании, что происходит на музыку? Ну, растворил я окно, вставил душу, ну не в мощь, ну что-нибудь такие тексты. Да, этот текст, он имеет свою музыку и свой ритм, в отличие от процитированного на мною текста. Это просто абсолютно стандартная такая ячейка. А этот текст имеет свой индивидуальный ритм, и он выстраивает тебя, как вы замечательно сказали, не только, так сказать, вот интеллектуально, морально, он тебя выстраивает еще и ритмически. Я воспринимаю вот тексты Платонова, знаете, я бы уподобил, это платоновская, кстати, метафора, паровозу, да, вот эту стуку рельсов. Вот у него только неравномерному, а вот такому сбивчивому, а периодичному. И первое, что воспринимаешь, лично я воспринимаю в прозе Платонова, это вот этот сбивчивый, но очень такой блестяще организованный ритм, как бы случайно иногда, как бы инерционно иногда. И в первую очередь я воспринимаю это. Во вторую очередь, или равно, так сказать, в этой же степени воспринимаешь его фонетику. Ну, например, вот когда я писал свою пьесу, ну, такие вещи, как, допустим, слова, которые он изобретает, скажем, взбугрение, да, и повсюду были такие взбугрения почвы. Но вот взбугрение почвы – это и сказать нельзя, не то, что спеть. Я хочу вас спросить, Наталья Васильевна, если вы, да, я думаю, что вы знаете, это сделанный язык и стиль, то есть он сидел человек и работал, или он так мыслил, разговаривал и просто, естественно, приносил это все на бумагу. Ну, вот, знаете, я всегда такой параллель провожу. Вот Набок написал роман «Дар». Безумно интересная история. Вот как пишется, да? Чуть ли не самый лучший его роман. Да. Но вот в чистоте своей «Дар» я не преувеличиваю. Явлен в Платоне. Почему? Вот сказать, что он, как обычно писатель, писал, например, роман, повесть, собирал материалы, обрабатывал – это все к нему не относится. Понимаете, единственное, что вот видно по рукописям, он писал быстро. Вот ощущение – это вселенная была с ним. Это знание жизни, ее как будто он все прочитал, да, что… Он садился и писал. Ведь, посмотрите, великолепные его повести в 1927 году. Он работает губернским миллиоратором в Тамбове. Он пишет одну повесть две недели, второй – это «Епифанский шлюз». Это шедевры его. «Немская слобода», «Сокровенный человек». Сколько ее писал? Две недели. Он садится за Чевенгуры, меньше, чем за горь, пишет. То есть это такое было мировосприятие? Это мировосприятие – это вот чистый гений, понимаете? Это же великий дар. Вот понимаете, когда смотришь, он редко… У него есть правка. Но я всегда говорю, вот музыка, вот как можно взять и сразу написать. Мы говорим о языке, музыке. Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Да? Это фронт. Начинается рассказ-то, да? Почти безвозвратно. Или река Потудань – это вообще трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. Эй, не правки, ничего. Вот иногда ловишь себя, когда работаешь с рукописью его, что это такая энергия, да? Это так… Ну, вообще Платонов – это дар нам. Вот как мать-история что-то захотела России подарить, она подарила его вопреки всему. Из пролетариев, из рабочей среды. Мы ему столько книжек заставили его прочитать, чтобы сами к нему пройти. А он… Это что-то листало, что-то так. Единственное, что мы знаем, он Пушкина знал на языке практически. Максим, насколько я знаю, по-моему, лет 10 назад вы участвовали в фильме, который Мирзоев снимал по произведениям Платонова. Мы снимали «Котлован». К сожалению, по каким-то причинам у продюсера исчезли деньги, и он не мог доснимать этот фильм. А скажите, ну вот раз вы там… Вы снимали… Такая фраза, между прочим, не каждый в мире может сказать «Мы снимали «Котлован».» – это такая ответственная такая история. Что такое своеобразное есть? Я еще хочу потом попозже поговорить про фильм «Роль» тоже. А что такое есть невероятное, своеобразное в том, чтобы перенести такую прозу Платоновскую на экран? Ну, мне кажется, Андрей, конечно, прежде всего этот вопрос должен быть к режиссеру, который хочет это произведение воплотить кинематографически. Ну, так или иначе, когда ты собираешь какую-то команду вокруг себя, особенно с произведениями содержательными или архисодержательными, то все те люди, они, в общем, как правило, понимают, в какую игру они будут играть и о чем каждая из них будет сниматься в этой картине. Конечно, это все непросто, поэтому у нас была очень большая подготовительная работа, и, к сожалению, вот так это все прервалось и как бы в никуда. А надежды нет, что появится кто-нибудь туда денег? Да нет, надежды нет. В общем, деньги были украдены, поэтому какая тут надежда? Владислав Олегович, хочу вам привести вашу цитату про Платонова, которая меня, ну, не скажу, что поразила, мне ужасно понравилась. У меня было ощущение, что земной мир описывает неземное существо. Говорили вы про Платонова, мне кажется, очень хорошо. Почему неземное существо? Такой взгляд со стороны вам кажется? Вы знаете, вот как раз, насколько полезно читать письма, которые вот так появляются. Я написал это эссе уже достаточно давно, во всяком случае за много-много лет до выхода в свет вот этой книги писем. И это чувство, что Платонов озирает землю и мир людей, как будто бы он сам не отсюда, как будто он не здешний. Знаете, как у Леопольда Става, такого польского поэта, у него есть такое стихотворение, где там такие строчки «Ведь не ваш я, не здешний, и предвижу, предвижу эту звезду, что тоскует обо мне, вспоминая, подними меня выше, и прижми меня ближе, приложи к своей ране ночь отчизна родная». Вот у Платонова во всем его письме, вот феномен его языка как раз состоит в том, что такое ощущение, как будто бы нам рассказывает о нашем мире некое существо, воплощенное в человеческое тело, и которое рассказывает… Но оно не отсюда. А как будто бы не отсюда, оно рассказывает нам о явлениях и предметах с сущностным языком, то есть говорит о сущности. И вот когда я в письмах вдруг прочитал, когда Платонов пишет об этом Марии Александровне прямым текстом, причем трижды, это когда еще в самом начале было их совместной жизни, в начале 20-х годов, он ей пишет о том, что он себя ощущает нездешним существом. Это прямым текстом. И потом второй раз, когда там была такая очень странная история, связанная с ревностью Платонова к его жене, когда ему пришла такая записка с непристойным словом, Платонову казалось, что это шутят над ним ее любовники, и он написал, они не знают, с кем я ее делаю, они совсем меня не знают, им бы и во сне не приснилось кто-то. То есть у него, у самого было ощущение нездешности, понимаете? Вы что об этом думаете? Я первый раз с таким взглядом, который мне, например, очень нравится, чисто интуитивно, мне кажется, что это правильно. А вы что думаете? Ну вот если явление дара, великого художественного дара, это явление нездешнее, то оно… Нет, 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 это вы красиво так уходите от ответа. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что ощущение, что человек-писатель не отсюда. У меня, кстати, мы чуть попозже говорим про фильм «Роль», у меня тоже было ощущение, что люди как бы чуть со стороны на это все смотрят, потому что там все очень детально. Но это модельная история. Вот что вы об этом думаете? Вот у Платона есть такое выражение «Счастливая Москве» вдруг появляется. «Вместо Бога вспомнил сейчас Арториус всех умерших». Да? Вот это ощущение, понимаете, это сознание, которое помнит все и боится забыть все. Что такое забыть все? У него же все время прах, да? Что такое земля? Земля – это прах предков, по которому мы ходим. Он ведь дал такие формулы, да, от которых просто совершенно точно. Земля – это прах предков. Прах предков, по которому мы ходим. Или он пишет формулу записи. У него такая бумажечка, на ней записано. Атомный зной равняется искусство, двоеточие, позиция Бога. – И все, и можно сутки сидеть. – И можно сутки сидеть. Ведь каждое предложение Платонова – это событие. Событийная не просто проза. А за каждым предложением мы ощущаем, что здесь все, вселенная, существующая по законам, которые он сразу нам задает. Вот в начале любого… Котлован, да? В день… Восева уволили со службы. В день 30-летия личной жизни. Единственное, что он добавил в машинописи – личной. Как будто бывает не личная жизнь, да? Уточните. Или то, что великое начало Чевенгура, да? Про ветхие опушки, да? Куда человек… Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Точка. Туда люди приходят жить прямо из природы. Он боится, что мы начнем обычно мыслить природный человек. То есть это вселенная, которая создается им, он ее носитель, он автор этой вселенной. Вот, Владимир Владимирович, я теперь хочу, чтобы вы рассказали, ну, хотите, как хотите, про то, как вот на все вот это, вот что сейчас говорили все, и в частности Наталья Васильевна, вот на этот текст, где над каждой фразой надо думать годами, писать музыку. Ну, в принципе, это невозможно, конечно, Платонов. Ну, мы сейчас послушаем, что случилось. Понимаете, ну, моя первая установка не только по отношению вот к этой песне Чевенгур, ну, и вообще к вокальной музыке, на чьи-то тексты велики, заключается в том, что ни в коем случае нельзя дублировать, нельзя создавать масло масляное. Ты должен найти какой-то свой музыкальный эквивалент. Так просто дополнять в великое гениальное просто – это смешно. И ты должен найти какой-то такой музыкальный эквивалент тому тексту, который тебя вдохновляет. Поэтому для меня вот в первую очередь был важный, я уже сказал, ну, два аспекта слова. В последнюю, может быть, даже очередь, собственно, семантический, а два аспекта гораздо более важные, а именно такой аспект символический, да, ну, вот тот, так сказать, вот тот символический мир, который… то есть не символический, тот реальный мир, который создал Платонов, рядом с которым наш обыденно реальный мир кажется символическим. Да, вот тот мир, да, когда он пишет, что… – Хорошая какая-то, наоборот. – Наоборот, конечно. Ну, понимаете, его мораль, когда он пишет в песне Чевенгура, мне кажется, это вообще эпиграф ко всей российской истории, когда он пишет «И стыдно жить, и грустно умирать». Всё. Вот если бы меня попросили в одном слове, в двух словах сказать про всю нашу историю, как мы себя чувствуем в ней, вот всё, уже больше ничего не надо говорить, причём так просто. Так вот, с одной стороны, вот этот вот, не то что атмосфера, вот та вот реальность, которую он создаёт. С другой стороны, для меня чрезвычайно важно было его, ну, как бы фонетический мир, та фонетика и ритмика, которую он создаёт. И вот от этого я отталкивался. Я не пытался проиллюстрировать Платонова, это смешно, конечно. Но получается так, что если ты понимаешь этого писателя, ты всё равно идёшь вслед за ним. Ну, в частности, для меня очень важен был этот образ паровоза, о котором он так гениально пишет. Для него, он же о людях пишет немножко как о механических, как вы сказали, вот как бы он как будто не отсюда, он как бы наблюдает действительно сверху. Для меня это вообще эпос, какой-то гомер, или там, как вы сравнили с бастой. Так вот, когда он пишет о паровозах, это самые человечные строки, по-моему, его... Давайте посмотрим. Снежное существо. Снежное существо, да. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Я хочу напомнить, что это сочинение для сопранной камерного ассамбля, вот композиция Тарапульска, который у нас в гостях. Пожалуйста, давайте посмотрим. Шёл человек в глубину юго-восточной земли, Снежное существо, про страны, страны, страны. Тарапульска, про страны. Снежное существо, про страны, страны, страны. Идет, иди, 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 иди. Где ты? В обрение, в обрение, в обрение, в обрение, в обрение! Почем бы, почем бы, почем бы, почем бы, почем бы, почем бы... Интересно как, так очень своеобразно. Я хотел, Максим, у вас спросить, поскольку я абсолютно убежден, что у актеров совершенно отдельная психика, отдельная душа. Как вам кажется, вот у меня вопрос возник после этого прослушивания, у Платонова вообще гармоничный мир, вот мир, который создает Платонов, это мир гармонии или это мир негармонии, наоборот, антигармонии, наоборот, мир, в котором человеку очень плохо, или это мир гармонии, в котором человеку нормально, он гармонично существует, как бы страшно смотрит, боже мой, как бы взгляд Годунова, я сейчас увидел. Мне кажется, нельзя давать какое-то одно название этим сочинениям. Вы знаете, мы же, когда говорим о жизни, о нашей жизни, где рядом или очень рядом может быть очень смешное и в то же время ужасное, так же и у Платонова эти вещи, они чередуются, и вообще все эти произведения, они как многослойный пирог, пирог смыслов. Я думаю, даже для меня он сравним с поэтическим языком, прежде всего, не просто с прозаическим, и вот такая экая проза существует, написанная вроде русским языком, но как-то эко. Нет, я думаю, что он приблизился и стал поэтом, ну, я не знаю, можно ли так говорить, прозаическим поэтом, то есть он мной воспринимаем именно так. Я еще в этой связи говорил о личном подключении и о медитациях, потому что далеко не каждому писателю случается такое подключение. То есть правильно ли я понимаю, Максим, что вот эти… Я много раз читал «Мир Платонова», «Герои Платонова»… Вот «Мир Платонова» – это невозможное слово сочетание, потому что «Мир Платонова» абсолютно разный, поэтому так просто узко говорить нельзя. Правильно я понимаю? Да, я считаю, что каждый, подключаясь, открывает его для себя индивидуально, уникально. Нельзя говорить «Вот это мир…» Вот это там… Нет, так неправильно говорить. Скажите, пожалуйста, тогда, вот, Ультав Олегович, а можно ли говорить с вашей точки зрения о неком отношении Платонова к человеку? Что с точки зрения Платонова… Или это тоже очень разные отношения? Вы знаете, это вот загадочная вещь, которая меня всегда вдохновляет, когда я читаю Платона, когда пишу о нём, потому что вот понять глубину его любви к людям очень сложно, потому что… Он любил людей? Вот он любил людей, но его любовь, понимаете, вот это то, о чём мы говорили вначале, что это любовь не существа, которые замешаны вместе с людьми в эту жизнь. Вот такое ощущение, что его любовь, она стоит как бы над всеми земными событиями. И у него может создаться впечатление, знаете, что он любит машины больше, чем людей. И он об этом есть, письмо его, когда он с фронта пишет о Мэрии Александровне, жене своей, когда он говорит, что «Я себя здесь чувствую хорошо, привычно, потому что я нахожусь среди машин». Что современная война – это война машин, и вот здесь механизмы действуют. Это потрясающие слова, понимаете? Но это не слова человека, который любит людей. Но дело в том, что любовь Платонова, понимаете, к людям, она несколько такого другого характера. Она не укладывается в такие общепринятые рамки понимания, вот такого, знаете, «человеколюбия». Он очень объемно видел человека. Может быть, жалел. Я не знаю, когда человек пишет об одном из героев, что он особой чувствительностью не отличался, на гробе своей жены он колбасу рянул. Это отношение какое к человеку? А это ведь, вы знаете, такая игра платоновская. Это начало в повести «Сокрая ночая» Фома Пухов не одарен чувствительностью. А в конце, когда Пухов остается наедине с одним собой, и когда отдаются мыслям, независимо от его квалификации, социального происхождения, то ему горько, да, он переживает, что он сирота. А многие думали, что он вот такой корявый человек. Понимаете, вот это есть сокровенный человек. Вот начало повести – это такая, это кто еще сказал, это не Платонов и Фома Пухов, а Дарион чувствительностью. Но эта чувствительность сокровенная, она скрытая. Вообще сокровенная. Не случайно ведь, понимаете, он дает название, если вот так подумать, в 1927 году, да, что-то надо знать, что это за десятилетие было, революция как праздновалась, и повесть как раз к этому писалась, событию, и все говорили о живом человеке, живой человек, вот живой человек, и он, понимаете, дает название в противовес всем сокровенный человек. Но это евангельский пласт содержания сокровенного человека, что скрыто, что не публично. Но это как раз говорит о том, что писатель, человек любит. Он, ну, я думаю, человек… Любит и жалеет. Вы знаете, когда-то Адамович в эмиграции, когда они заметили в 1938 году, впервые, можно сказать, Платонова, русская эмиграция, он написал статью и назвал ее «Шинель». И написал, что после, вообще, десятилетий, когда слова, известные строки, да, что все мы вышли из Шинели Гоголя, можно как ироническую формулу появился. Писатель с таким ощущением страдания человека, души, тела, страдания природы, все, страдания тела, страдания мысли, страдания чувства. Этого и какого больше? Ведь его до конца жизни критика, говорила это христианский гуманизм, недопустимый в советской литературе. И, в общем, правильно говорила. Вот страдающий человек, когда Горький призвал к разоблачению страдающего человека, это, как бы, страдание недопустимо. А Горький вот не понравился Чевенгур именно потому, что там не было этого разоблачения страдающего человека? Нет, я думаю, ну, Горькому, знаете, я думаю, что это тема еще для будущих больших исследований, как Горький прочитал Чевенгур, или пролистал Чевенгур, или чьи формулы он использовал, анархический, там, коммунизм, там, и прочее, прочее. Это еще большая тема. Я думаю, в общем-то, для Горького это был очень чужой мир, и он признавался, что этот Платонов чужой ему. Когда «Мусорный ветер» прочитал, он вообще сказал, что вы больной человек. Вот, Скорей, Владимир Владимирович, вы когда писали, вы сказали, что там был Чевенгур, и еще другие писали, но там был Чевенгур. Вы когда читали Чевенгур, уже понимая, что вы будете сочинять музыку, что вы думали об отношениях Платонова к человеку, к людям? Именно я сейчас говорю конкретно про Чевенгур. Ну, я, конечно, не думал, вот как он относился к людям, но судя по тому, как я не мог оторваться от этого текста, вот перед мной стояла прагматическая совершенно простая задача. Я должен выбрать совсем немного текста из этого гигантского массива текстов. То есть так прагматично важно. Я не мог просто ни день, ни два, ни неделю, ни месяц, я не мог оторваться. Я начинал читать со своей такой простой целью. Я не мог не то что выбрать, я не мог оторваться, потому что это поток, из которого ты не можешь выйти. Это как какая-то звезда, которая даже свет притягивает к себе. А я так понимаю, что это вообще... У меня сейчас возникла такая мысль во время нашей жизни, что это вообще совсем какая-то другая проза. Это проза, но она совсем как бы не проза. Как говорили, это проза поэта. Просто проза поэта по-настоящему. Это вообще... Он не литератор в привычном значении этого слова. Ни по типу жизни, ни по типу отношений с современными, ни по тому, как он писал, как он думал. Он исключительное явление. Вот, кстати, писателей он очень не любил. И в поездке в Туркмению, когда он ездил в бригаде писателей... Ну, вообще нас не ездил. Там в письмах просто... Интеллигенцию не любил, надо сказать. У него такое отторжение и такое неприятие. Ему такое ощущение, что ему просто мерзко с ними находиться, с этими людьми, которые вообще называются... Он их жалеет в записных книжках, потом пишет, что это, конечно, бригада жуликов, но вообще им не их жалко. Пришелец такой. Такой все-таки пришелец. И мужака их было. Я хочу напомнить нашим зрителям, что некоторое время тому назад вот в этой студии мы вместе с режиссером Лопушанским обсуждали тогда еще выходящий на экраны фильм роль. Фильм этот вышел. В этом фильме прямо вам в глаза, скажу, с большевистской прямотой, вы совершенно грандиозно играете. Просто грандиозно играете двух разных людей. Но я когда читал интервью по поводу этого фильма, вы говорили про то, что в этом фильме есть дух платонской прозы. Что такое дух платонской прозы? Тоже неформулируемо? Дух вообще можно и не формулировать? Дух – это дух, или это можно формулировать? – Ну, мне кажется, мне не нужно начинать это формулировать сейчас. – Хорошо. – Ну, думаю, что за меня это гораздо интереснее могут сделать другими. Другие, я думаю, что все, что касается духа и роли, которую я играл, и не одну роль, все там уже и было воплощено. Невозможно об этом говорить, разделяя все на какие-то названия или цитаты по этому поводу. Ну, как-то обкрадывается, что ли. – Ваш герой – человек, который решил сыграть свою главную роль в жизни, не на сцене, а в жизни, он решил в жизни стать другим человеком. С вашей точки зрения? С вашей точки зрения? Может, никак это не… – Да. – Это платоновский персонаж? – Я думаю, что да, потому что мой герой прежде всего делает это исключительно потому, что он в это верит, и верит он прежде всего в драматическое искусство. И для него эта вера – самое главное, насколько тот эксперимент, на который он идет, будет для него самого убедительным, и убедительным будет он для всех тех, с кем он продолжает жить, уже будучи в другой личине, будучи другим персонажем. вопрос веры у Платонова тоже, как мне кажется, один из важных вопросов у всех персонажей, которые есть в его произведении. – Вот я вас что хотел спросить, Наталья Васильевна, вы сказали, что он писал про себя, в самом начале подачи, а я выписал такую цитату, которая меня поразила, «Истинного себя я еще никогда и никому не показывал, или два ли когда покажу?» А зачем тогда пишет писатель, если он истинного себя не показывал? А в чем тогда смысл его работы, если он не показывает себя? – Да. – Или это так, он просто сказал, и это… – Ну, это опять же, в общем, то, что «истинного себя» – это, знаете, тоже из письма его, да, и в определенной написанной. Что такое «истинного себя», где, как показать? – Ну, единственное, конечно, любая вещь Платонова, она написана в определенном контексте, он пишет в определенном, в 27-м году. Извините меня, как раз буквально, когда вышли злые заметки Бухарина. А он пишет о том, что я вот написал славянской вязью, это многим не понравится, ничего не могу сделать с епифанскими шлюзами, да, или с окраином человеком. Это все вещи, вот мне очень понравилось Максиму здесь сформулировать. Это значит, как Прошка-2, она в пункте Копенкин мучается и говорит Прошке, ты сформулируй, да, сформулируй, мне легче будет. Да, вот вы с Платоном постоянно в этой ситуации, нам хочется сформулировать. Кто говорит, что он соцреалист, кто сюрреалист, кто это, и разницы никакой нет. – Потом, мне кажется, простите, что перебиваю, мне кажется, если человек такое говорит, что истинного меня вы не увидите, то мы также можем подумать о том, что об этом говорит писатель, который исследует себя постоянно, он развивается, исследует и до конца себя исследовать, ну, наверное, невозможно. Может быть, в этом контексте он тоже об этом говорит. – Это неожиданный поворот, я так не читал. – Жертва и экспериментатор. – Скажите мне, пожалуйста, эта проза к Платону исповедальна? – Безусловно. Поэтому она лирическая проза. Понимаете, вот что? Она исповедальна, и она одновременно, я бы сказала так, вот как, знаете, такой занудный комментатор, она хроникальна. У него нет практически в реальности, вот плотной реальности выдуманных деталей. Когда мы комментируем его вещи, мы умираем от того, что он историю восстанавливает нашу 20 века в деталях. – Скажите мне… – Это и соединить хронику и лирику, это… – Скажите мне, пожалуйста, а может быть, проза, хорошая проза неисповедальна? – Или всякая хорошая проза, проза неисповедальна? – Ну, в общем… – Война и мир – это исповедальна Толстова или нет? – Вообще не существует, я думаю, ни одного такого, ну, скажем так, большого писателя, который внёс в какой-то вклад в мировую литературу, в который бы он вообще скрыл себя. И вообще это было бы неисповедально, не связано было бы с биографией, он бы не писал самого себя. То есть это известно, да, что многие персонажи Достоевского, это был, так сказать, он их как паук доставал паутину из себя, да, так он доставал эти персонали из себя. Хотя, конечно, они коррелировались и с действительностью, как правильно Наталья Васильевна сказала, что у Платона всё реально, да. Но Платонов, мне кажется, даже, знаете, это больше, чем исповедальная проза, вот эти слова ваши, они очень… Меня тоже, то, что вы процитировали Платонова по поводу того, что истинного себя я не показал никому, может быть, не покажу, они тоже меня всегда задевают, и я всё время над этим думаю, что значит не показал, какого себя он не показал, да. Когда мы читаем, мы и так видим, что, понимаете, какая интересная вещь, вот эти том никаких писем, здесь нет ничего на самом деле от того потрясающего, поразительного, переворачивающего сознания языка Платонова. Здесь эти письма, то есть если бы мы не знали прозы Платонова, просто нам дали бы письма некого писателя советского, ну да, трагическая судьба, здесь много всего есть, но, понимаете, вот в прозе это совсем другое существо. То есть такая разница вот между житейским Платоном… И всё-таки это исповедь. Существо другое, в письмах один человек, в прозе другой человек, но в прозе исповедь. В прозе это даже больше, чем исповедь. Я думаю, что это, понимаете, как бы это исповедь за всё человечество, на самом деле, вот проза Платона, потому что он показывает наш земной мир, вот знаете, вот как бы вот эту жизнь, это смузькие вещества. А может быть, это всё человечество? Ну, я так это воспринимаю, понимаете, потому что он как будто бы, понимаете, нам… Это, естественно, там есть через свою личную биографию, через свою личную жизнь, но он нам показывает, понимаете, человека как такового. И это не только человек эпохи 20-х годов, это не только там советский человек, да, или человек, который застал две эпохи, там, царскую и советскую. Это вообще вот просто земные существа, вот эти вот, знаете, вот эти существа, которые живут вот на этой планете, вот так они живут, вот так у них всё происходит. То есть время – это только… Он не только важный, такой фон, он не так важный. Важна суть человека. Я думаю, что, вы знаете, вот Платонов как раз, вот почему я в самом начале говорил, да, что мы не можем называть его вот эта абсурдная формулировка википедишка, советский литератор и так далее. И это человек, который… Это писатель, который существует, как и всякий великий писатель, да, существует вне времени. И он показывает некоторое… Через своё время, конечно же, через реалии своего времени, он показывает некоторые сущности вещи. Существует вне времени, в письмах один, в книгах другой, но при этом исповедален. Да. Это какая-то невероятная история, невероятная загадка. Я хочу… А можно сказать, что ваше произведение – это ваша исповедь? Или у композитора? Или у композитора? Нет, ну почему у композитора? Нет, вообще я считаю, что любое произведение – это исповедь. Даже самое, так сказать, условно говоря, объективное, оно всё равно исповедь. В этом плане, вот скажем, Платонов для меня… Как раз для меня нет никакого противоречия. Я сказал, что это эпоса, вы сказали, что это исповедь. Это одно и то же, я бы сказал так, что платоновское тело, вот он сам, он вместил в себя весь наш мир, мы как бы все внутри. Поэтому это одновременно и эпос, обо всём объективно, и очень личностно мы как бы внутри этого гигантского тела находимся. Вот, да, это исповедь. Я думаю, что вообще у каждого, у каждого художника, в общем, по-своему, это исповедь. Другой дел, насколько он может найти себя, настоящего себя, а не готовые уже формулы, не готовые, так сказать, не готовые образцы, которые он выдает за свои, и сам думает, что это его. Это очень трудно. Я хочу, Максим, вернуться к фильму «Роль», который, повторяю, мне очень понравился, абсолютно своеобразная картина, просто ни на что не похожа. Правильно ли я понимаю, что это фильм про, там, гражданскую войну, после гражданской войны, там конкретно есть время, что это, в общем, не важно. Что, в общем, вы играете человека, который решил прожить жизнь дважды, один раз как сам, и это то, что масса народа можно сказать, на самом деле, потому что они пытаются так прожить жизнь, только у вас там это всё облечено в сценарий, или я не прав, или это такая конкретная временная история. Естественно, он пытается не то, что прожить жизнь дважды, он пытается для себя пройти эксперимент убедительности драматического искусства, которое выходит в жизнь. Ему и всем тем, кто был связан с евреином, с символистами, им хотелось как можно больше натурального привлечь в театр, как можно больше освободиться от всего искусственного, от имитаций, особенно в то время, ну, вне контекста того времени об этом вообще можно не говорить, потому что обострения, связанные с революцией и с гражданской войной, ну, понятно, что вся страна жила в пограничном состоянии, каждый день могла жизнь закончиться. В общем, это был огромный сумасшедший дом и, ну, не побоюсь этого слова, шизофрении, которая, в общем, и до сих пор продолжается. Конечно, он проживает ещё одну жизнь и уходит от своей той, которой он начинал жить. У меня, Наталья Васильевна, к вам последний вопрос, уже заканчивается время. Есть люди, много таких людей, которые очень любят Платонова. Есть люди, которые, может быть, его не читали, читали мало. Дайте конкретный очень совет. Человеку, ну, уже там, не ребёнку, с чего начинать? Вот вы или сейчас посмотрите нашу передачу, захотят почитать, с чего начинать? Вы знаете, я бы начинала читать с рассказов Платонова о любви. Фро, среди животных и растений, это вообще один из шедевров прозы. Это рассказы в 30-х годах. Фро, река Потудань, Третий Сын, они крохотные. Их надо читать вслух. Просто дома читать вслух. Потому что читать вслух Платонова – это великое наслаждение. Редкая проза, которая вот так читается. И я думаю, что именно Чевенгур, безусловно, Чевенгур надо читать с любой, можно читать с любой страницы. Открывать, и ты попадаешь в эту сказку. Детей, конечно, детям есть рассказы его совершенно… Мы как-то вообще говорили, да? Я бы сказала, проза Платонова периода Великой Отечественной войны – это великая проза, которая выдержала испытание времени. Вот том военной прозы – это, конечно, запредельная проза. Я позволю себе посоветовать прочитать «Возвращение». Может быть, я не прав, потому что это, помимо всего прочего, помимо стиля, это совершенно поразительная история. Просто история сама, которая… Ну, это вот как раз военная рассказа. Да, 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 это немыслимый вопрос. Мне остается напомнить, что у нас сегодня в гостях была Наталья Васильевна Корниенко, филолог, составитель книги Платона, книги его писем, Владислав Олегович Атрошенко, писатель и сыст, Владимир Григорьевич Тернопольский, композитор, написавший произведения на слова Андрея Платонова, и Максим Суханов, известный вам актер. Спасибо большое всем, кто пришли. Я хочу напомнить, что юбилей Платонова, 115 лет, и самая главная вышла книжка «Я прожил жизнь», которую Наталья Васильевна составила, письма Платона, это то, что надо читать, в завершение я хочу сказать одно, что Платонова был писателем, который создавал мир. Это не всякий писатель делает. Вот есть такие великие писатели, которые создают мир. Хотите в этот мир попасть, почитайте Платонова. Не хотите, вы лишите себя одного серьезного мира, который в вашей жизни не будет. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok